Hello! Где взять список фраз и устойчивых выражений, которые используются в задании 32-38? Хм, есть ли такой тайный список? Сегодня расскажу об этом. Поехали. Долго томить вас не буду. Его нет! Его нет! Этого списка нет, потому что периодически у меня задают такие вопросы. А где взять список вот этих вот выражений и фразовых глаголов? Ну, нет его. Но! Есть тетя Марина, которая по два варианта в неделю решает для вас и разбирает, в том числе и задание 32-38, детально для своего практического курса. И сегодня я поделюсь с вами этим тайным списком слов, которые я набрала за это время. Вот так. Собственно, лайфхак номер один — это лучше всего учить эти устойчивые выражения именно на примере, то есть на примере самого задания. Когда вы видите, как используется слово или выражение в тексте, в контексте, в речи, неважно, на примере, то в этом случае мозг запоминает это слово. Поэтому сейчас я приведу вам примеры предложений из заданий 32-38, как раз-таки с часто используемыми вот этими фразовыми глаголами и устойчивыми выражениями. Берите ручку, записывайте. Первое предложение на сегодня. Now it's my propusk to swim. Now it's my to swim. Варианты ответа. Теперь моя очередь плавать. Для этого выражения есть устойчивое сочетание слов в английском языке. Now it's my turn to swim. It's my turn to do something. Сейчас моя очередь делать что-либо. Запомните, часто используется. Следующее предложение на сегодня. Definitely. I'll give it a... И далее пропуск. На этом предложение заканчивается. Варианты ответа. To go, make или turn. Так вот, с наскоку тоже не догадаешься, что здесь. А есть устойчивое выражение. To give it a go. Definitely. I'll give it a go. Что значит? Определенно. Я это попробую. То есть нет необходимости исходить, опять же, из ключевого значения глагола go и t. Это совсем не про это. Это про устойчивое выражение. И следующее предложение с устойчивым выражением для нас. Unfortunately, if the trees aren't private, пропуск, They must be paid for by the residents themselves. Possessions, belongings, ownership and property. Итак, частная собственность in English это private property. И никакие другие варианты ответа не подходят. Несмотря на то, что варианты ответа также схожи по значению со словом property. It was no... пропуск, looking for it. В значении не было смысла искать это. Итак, какие варианты ответа нам даны? Point, use, reason and aim. Все эти слова вроде бы подходят и примерно имеют одно и то же значение. Но есть устойчивое выражение. There was no use, looking for it. Не было смысла искать его. Вот так. По таким нехитрым способам можно набраться этого тайного списка слов. Другого способа я пока не обнаружила, потому что на самом деле нет этих готовых выражений и нет этих готовых глаголов, которые можно было бы вам заучить и быть счастливыми и выполнять это задание без ошибок. И поэтому большой рекоменд вам до экзамена, если у вас есть проблемы именно с этим заданием 32-38. Так же, как и я, на практическом курсе вы можете читать и переводить именно это задание. Так же выписывать эти устойчивые выражения, глаголы с предлогом и фразовые глаголы, видя, как именно они используются. Таким образом, если вы встретите подобный контекст, то вы не сделаете ошибки. Вот так. И расскажите мне в комментариях, как вы учите устойчивые слова и выражения в целом для экзамена. Может быть, есть какой-то более эффективный способ. Будет интересно обсудить и поговорить об этом. Ну и 100 баллов за ИГТ тебе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok